Всем привет! И сегодня на канале Алиэкспресс Страна Чудес мы с вами поговорим о бижутерии и о бронебойном покрытии на этой бижутерии. Буквально на днях возник такой вопрос, что же это за бронированное такое покрытие? Сразу хочу сказать, что я уже снимала несколько видео по поводу, какие бывают покрытия на бижутерии, которые приходят с Алиэкспресс. Рассказывала вам про клеймо 925 и многое-многое другое. Пыталась вас научить отличать плохое от хорошего. Рассказывала вам о том, что то, что дешево, не всегда плохо, и то, что дорого, не всегда хорошо. Сегодня поговорим о бронебойном покрытии. Еще раз скажу о том, что я, девочки, не ювелир. Я не могу вам точно сказать, что и чем покрывается каждое украшение на Алиэкспресс. Но я лично уже просто сразу вижу, что когда держу в руках это украшение, я вижу, что да, это покрытие будет служить достаточно долго. Сейчас поговорим о самом дешевом. Вот такие сережки я вам показывала весной. Сережки, такие стеклянные капельки. Я уже про это тоже говорила, что, девочки, не обольщайтесь. Это никакой не камень, никакой не опал. Кошачий глаз это только имитация. Это стекляшки. Но это очень красивые, качественные стекляшки с качественной фурнитурой. Я вам сразу изначально говорила, что вы вот такие сережки будете носить, ну, если не вечность, то достаточно долгое время. Вот эти сережки, одну и другую пару, моя дочка носила неоднократно. Одну даже пару потеряла, потом пришлось покупать повторно. На этих сережках есть клеймо 925. Но это, опять же, ничего не значит. Но я прошу вас обратить внимание на то, что на этих сережках вот такое вот прям зеркальное, хромированное такое покрытие. И с ними ничего не произошло за столь такой достаточно длительный срок. Ничего. И не произойдет. Сегодня, кстати, оставлю ссылочку на эти сережки. Они стоят 70 рублей. Есть точно такие же сережки в другом магазине, где написано, что это супер-пупер серебро. И стоят они 600 рублей. Если кому-то не нравится за 70 рублей, можете приобрести за 600. Кому как хочется. Я уже вот про эти сережки сто раз говорила. То есть все швензочки, все-все-все здесь на месте. Вот совсем недавно, да, у меня в руках были вот эти вот брошечки. В принципе, это достаточно дешевые брошки по сравнению с их, да, качеством замечательным. Я вам показывала изнаночку. Тоже говорила, что очень хорошее, классное покрытие. Вот эти вот две брошечки, они вообще со вклеенными стразиками, но тем не менее, качество у них просто обалденное. И вот на ласточке хочу показать. Вот, девочки, обращайте внимание. Вот сейчас она у меня немножко залапанная. Если нет специальных салфеточек, берите вот такие вот безворсовые салфетки, которые продаются в рулонах. Вот если протереть эту ласточку, она вот просто вот как зеркало блестит. Блестит как зеркало. Я знаю, что это покрытие будет служить долгие-долгие годы. Ничего с ним не произойдет. Тем более, что если вы будете лишний раз протирать перед тем, как убрать на хранение такую ласточку или нечто подобное, то оно вообще вам будет служить и не только вам, и вашим детям, и еще вашим внукам. Допустим, вот у этой бабочки с обратной стороны тут как-то тяжело разобраться, потому что вот не такое уж равномерное такое покрытие. Оно как бы такое матовое сделано, но тем не менее я тоже знаю, что это покрытие, оно просто шикарное. Тем более, что эта брошка вообще вся с цирконами и вообще прям вот прелесть. Да, я не знаю, как вам это все объяснить, но допустим, да, вот знаменитые кольца из любимого магазина. Уже тоже ношеные, переношенные, несколько раз одевались. Я еще раз говорю, что не надо в бижутерии мыть посуду или готовить кушать. Для много бижутерии соль это смерть. Но тем не менее, обратите внимание, все вот это все такое зеркальное, все прекрасное, все замечательное. Могу сразу сказать, что с золотом потяжелее, а вот если речь идет о цвете серебро, то, девочки, обращайте внимание, вот то серебро, которое бронебойное, оно такое более серенькое. Иногда продавцы пишут, что это типа родиево покрытие. Родиевое покрытие делается на ювелирных изделиях. Родий, он очень дорогой, он дороже золота. И поверьте мне, что никто не станет бижутерку покрывать родиевым покрытием. Я думаю, что это дороговато. Хотя, возможно, есть там фабрики какие-то, которые и на это согласны. То есть, если взять полностью, целостью, то есть стоимость самого изделия, микрочастицы вот этого родия, может быть, для Китая это не так дорого. Но я в этом очень сильно сомневаюсь. Хотя, все может быть. Я не могу ничего конкретно утверждать в данном случае. Из последнего, да, вот, допустим, магазинчик, да, вот, любимый наш последний, который дарит всем подарки, вот серьги. Я точно знаю, что эти серьги тоже будут служить очень долго. И изнаночка с этой стороны, и сама застежечка. Все покрыто вот так вот безупречно. До зеркального блеска отполировано. И я знаю, что эти серьги мне прослужат очень-очень долго. Колечко, которое приехало в подарок к этим сережкам, оно тоже такое же зеркальное, все отполированное. И я тоже знаю, что это колечко проносится очень-очень долго. Но, опять же, есть вот такой же момент. Вот эти серьги показывала, помнится, очень давно. Вот у этих сережек, у них покрытие такое более матовое. Но, тем не менее, они прошли испытание не одним месяцем. Носки носила дочка, ничего с ними не произошло. Вот такое вот хорошее покрытие, замечательное. Все прекрасно и все замечательно. Я бы, честно говоря, изначально, когда они пришли, не была уверена в том, что вот эти серьги будут так долго и так качественно, и так хорошо вообще себя вести. Но, тем не менее, они показали отличный результат. От девочки ссылку на них оставить не могу. Я просто не смогу найти в своих сотнях обзорах вот эти серьги. Я пыталась искать, не смогла найти, когда я ее показывала, и где на них ссылка. Не смогла найти. Знаю, что в обзоре они уже были. Попробуйте, поищите без меня. Допустим, опять же, вот брошечка, да, из любимого магазина. Если посмотреть изнаночку, вот посмотрите, как тут все отполировано, как все тут блестит. Я знаю, что эта брошечка тоже будет носиться практически вечно, да. Мало того, что здесь камни шикарные стоят, так еще и сам металл покрыт так здорово, так замечательно, что долгие-долгие годы мне эта брошка прослужит. Соответственно, смотрите внимательно на все, что вы покупаете, что вам приходит. Есть бижутерия, ну, я ее называю просто одноразовой. Один раз одела, все, забыла. Есть бижутерия, которую можно носить месяцами, с ней ничего не случается. Я не знаю, как я определяю, но я определяю вот так вот. То есть, в первую очередь, если есть зеркальное покрытие, то есть, отполированное, значит, бижутерка будет служить достаточно долго. На Алиэкспрессе, к сожалению, очень много подделок. Подделок, подделок. Я уже об этом тоже 100 тысяч миллионов раз говорила. Так что, смотрите сами, что и где вы, когда заказываете. Обращайте внимание на то, какие, где сережки, колечки или еще что-то вы заказали. Если вы видите качество, попробуйте поискать в этом магазине и еще что-то, что послужит вам много-много лет. В самом конце могу сказать, что вот магазин вот из этих последних любимых, он всю бижутерку делает качественную. Так что, можем смело там все покупать. Ну, скажем, там и цены не такие, что прям дешевые. Да, это сейчас там скидки идут такие предновогодние, плюс еще подарки такие замечательные. Но бижутерия действительно качественная, достойная. В принципе, даже быть похожей на ювелирные изделия. И я думаю, что очень многие вряд ли отличат, что это вот не серебро или не золото, да, если не знают, где вы это купили. Но на этом сегодня все. Если же на что-то нужны ссылочки, пишите в комментариях. В принципе, все, что я вам сегодня показала, уже было в обзорах и даже не один раз. На этом сегодня все. Всем удачных покупок, мира и добра. И пока-пока. Продолжение следует...